Раньше это плотно было связано с религией. Совсем другая задача была у людей. Что же я думаю на эту тему? Для нас это просто развлечение. Помню в детстве я съедала за три дня весь этот адвент. Вспомнить эти детские времена. Вообще это очень выгодно, безусловно, для бренда. Это способ потратить деньги. Тебе кажется, что она тебе так нужна. Хотя, конечно же, нет. Чтобы заработать на всех. Кто может купить побольше, кто может купить поменьше. Можно до Нового года спиться, не иначе. Всем привет! Меня зовут Аня Бусил. Я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Также я буду рада вас приветствовать в своем одноименном инстаграме, который вы видите на экране Бибусил. Если вы по какой-то причине вдруг на него не подписаны, надо это сделать прямо сейчас. И смотреть разные интересные рубрики. Например, контент образцового содержания. Которую отчасти рубрику, имею в виду, я заимствовала для YouTube. Для того, чтобы контент не пропадал. Сегодня мы с вами поговорим про адвент календари. Слышали, да, о таких? В моем детстве адвент календарь, это были исключительно шоколадки. Но мы прям очень заимствовали данный тренд у американцев. И внедрили его в свой обиход. И сейчас мы можем созерцать огромное количество адвент календарей. Перед Новым годом особенно. И я хочу сегодня немножко рассказать, откуда они появились. Потому что вопрос бы, откуда они появились и как формируется адвент календари у различных брендов. Так что ставьте лайк и давайте начинать. Давайте разберемся, что же такое адвент. Адвент это название предрождественского периода, который начинается за 4 воскресенья до Рождества. Обычно варьируется с 27 ноября по 3 декабря, там в зависимости, безусловно, от года. Духовный смысл адвента в католической церкви. Это время ожидания прихода Рождества. И во-вторых, церковь, конечно же, провоцирует верующих в это время думать о Втором пришествии Христа. Одной из наиболее таких древних и интересных традиций, которые мы можем также в новой форме видеть в наше время, это венки, которые скручивали из веток елок и ставили туда 4 свечи. В первое воскресенье зажигали одну свечу, во второе воскресенье две и так далее. То есть к Рождеству света становилось все больше и больше. Ну и вообще адвентовые календари, которые мы уже сегодня видим на полках наших магазинов, они были созданы изначально для детей. И там было количество дней в этом адвент-календаре до наступления Рождества. Ну и так как задача была ожидать именно Рождество в первую очередь, то до 19 столетия, насколько я прочитала, вообще просто писали черточки, 24 черточки, например, на двери, или какие-то соломинки складывали. И как только один день до Рождества заканчивался, они стирали черточку, либо убирали соломинку. И таким образом вот это вот ожидание, оно чувствовалось с большей силой. Потом уже это приобрело в приближенную к современной форме, где есть какой-то картон, и в нем окошечки, и в окошечках, например, были какие-то пожелания, то есть листочки, либо шоколадные сюрпризы, либо какие-то выдержки из Писания. То есть раньше это плотно было связано с религией. И те адвент-календари, которые сегодня мы покупаем, по католическим традициям, он, конечно, ничего общего не имеет с тем, что мы просто какие-то подарочки достаем. То есть раньше была задача вот это вот время прочувствовать с большей силой, прочувствовать это ожидание. И здесь уже совсем другая задача была у людей. А если говорить про сегодняшние вообще тенденции, то люди в основном покупают адвент-календари для себя. Это примерно 47% по оценке сайта-статиста. 18% делают адвент своими руками. 20% не поддерживают обряд. И опять же, очень много, особенно в нашем обществе, встречается непонимание, для чего это. То есть я словила себя на мысль, что я очень долго вообще не знала и не понимала, откуда этот адвент появился. И только потом уже я поняла, что это вообще связано с религией, оказывается. И это связано с тем, что происходит у верующих ожидание Рождества. И они каждый день обозначают, доставая что-либо или зачеркивая эти палочки. То есть совсем другая история. Но, конечно же, все продавцы превратили это в такую какую-то тиражируемую абсолютно идею. Но в нашем обществе много на самом деле встречается противников. То же самое, как и 14 февраля. Что же я думаю на эту тему? Во-первых, здесь важно быть самому себе очень честным и понимать, что мы просто развлекаем себя таким образом. И не более того. Вероятно, католики, верующие истинно, они делают это другим образом. Для них это что-то сокровенное, интересное. Для нас это просто развлечение. И маркетологи на желании развлечь аудиторию, конечно же, создают эти адвент-календари. Давайте посмотрим, какие вообще формы бывают адвент-календарей. Вообще, конечно, чем красивее адвент-календарь, тем больше его хочется купить. Это я вам скажу по своему опыту. И, безусловно, классно купить в Икеа шоколадный адвент-календарь, потому что все-таки в детстве, вот у меня конкретно, я помню, были вот эти вот шоколадные картонки. И, честно сказать, я помню, в детстве я съедала за три дня весь этот адвент. Если вы делали так же, ставьте лайк, пишите в комментариях. Но я действительно помню, что у меня в детстве откуда-то мама доставала эти коробки. На этой коробке был нарисован Дед Мороз. И я садилась и уплетала за обе щеки сразу все вот эти малышечки-шоколадочки. В этом году куплю себе в Икеа, для того, чтобы вспомнить эти детские времена. Ну, а если говорить про адвент-календарь, который я себе в этом году куплю, точнее так, я уже знаю, что мне моя подруга его подарит от Локситан. Я хотела купить его в том году, но не нашла. Плюс в Тбилиси его действительно не было. Так что у меня будет от Локситан и, возможно, я куплю себе какой-нибудь еще. Бренды косметики, конечно же, тиражируют эту идею, упаковывая адвент-календари и наполняя их различными товарами, которые у них есть в линейке. Для того, чтобы люди, покупая адвент-календарь одного бренда, смогли ознакомиться с целой линейкой продукции. Вообще, это очень выгодно, безусловно, для бренда. Когда можно упаковать вот эти все миниатюрки, иногда формат чуть побольше, иногда поменьше, дать возможность покупателю ознакомиться с продуктом. Ну, в общем, то же самое, что и с бьюти-боксом. Есть также адвент-календари, которые миксуют, например, продавцы разных брендов косметики. Я думаю, что в Золотом Яблоке что-то будет, либо в Литуале. Но самое главное, что мы должны понимать, что это способ развлечения, это возможность создать новогоднее настроение, если вам хочется. Это способ потратить деньги. Это способ придумать себе какой-то интересный ритуал. Вот с этим, я считаю, надо покупать этот адвент-календарь. Демонстрирую сейчас вам фотки, какие бывают адвент-календари. И, конечно, их огромное множество. Они все невероятно красивые, классные. И вообще, когда ты достаешь вот эту миниатюрку из адвент-календаря, тебе кажется, что она тебе так нужна. Хотя, конечно же, нет. Просто ее используешь, потому что думаешь, что здесь что-то особенное. И ты достаешь это из особенной коробочки. Но это все тот же обычный крем, который можно купить в полноразмерном формате в любой момент. Некоторые бренды, кстати говоря, делят адвент-календари на 12 окошечек. Таким образом, давая людям опцию. Хотите купить на 12 дней, хотите на 24. Ну, представьте, невозможно же в католичестве взять и вместо 24 дней до Рождества поставить 12. Но насколько это все гипертрофируется, что производители делят и дают возможность людям выбрать 12 или 24 окошечка, чтобы заработать на всех. Кто может купить побольше, кто может купить поменьше. Кстати говоря, подбирая адвент-календари, я нашла алкогольный адвент-календарь. Это, по-моему, очень актуально. Но, знаете, если каждый день употреблять даже миниатюрку какого-то алкоголя из адвент-календаря, можно до Нового года спиться, не иначе. Друзья, вот таким было сегодняшнее видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. О чем бы вы еще хотели побеседовать в данной рубрике? Повторюсь, что эта рубрика у меня в полном объеме представлена в Инстаграм. Так что подписывайтесь на Инстаграм прямо сейчас. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Пока!